Европейский кубок проводится с 2002 года и считается вторым по престижу европейским турниром после Евролиги. Семь раз россияне становились обладателями кубка, в том числе и Спарта НК в 2006 году. Нынешний сезон для наших девушек складывается довольно удачно. Мы зашли в топ-16, это уже великолепный результат. И девочки показывают, что и форму набирают по ходу сезона, и уже свободнее ориентируются на этом уровне высоком. Этот же уровень они продемонстрировали и на игре с турецким хатаем. Молодые подопечные Сергея Данилкина с первых минут матча задали высокий темп и выиграли первую 10-минутку матча с отсчетом 24-18. Для тех, кто не сильно искушен в порядке проведения Еврокубка, стоит пояснить, что до этой игры наша команда прошла квалификацию. Затем групповой плей-офф, где было 40 команд, потом еще несколько игр, и сейчас девчонки борются за выход в одну восьмую финала. Для этого спартанкам необходимо максимально продуктивно провести две встречи со своими соперницами из Турции. В следующий игровой отрезок видновские спортсменки продолжали укреплять свои позиции. Разрыв между командами к большому перерыву составлял уже 17 очков, 47-30, что не могло не радовать многочисленных болельщиков. Наши спортсменки молодцы, девчонки. Они ведут себя уверенно, они не теряются, а это важно. После перерыва турецкая команда попыталась взять реванш. В итоге в этом раунде они забили на два мяча больше, но догнать видновчанок не смогли. Команда «Хатай» была основана в 2010 году. Кстати говоря, ей удалось перейти в первую турецкую лигу всего через 7 месяцев после создания. Сейчас в ней играют баскетболистки из Турции, США, Словении, Швеции и Бельгии. В нынешнем Еврокубке гости из Турции выступают чуть удачнее, чем команда из Вильного. В раунд 16, как в Еврокубке называют по сути 1-16 финала, турчанки прошли автоматом, показав хороший результат в групповом этапе. Нашим же пришлось пройти еще один раунд. После нынешней игры видновчанкам нужно будет еще раз встретиться со своими соперницами из Турции. Прохождение в следующий раунд гарантирует разница. То есть чем больше мы выиграем здесь, тем меньше должна быть разница в Турции. Нельзя не оценивать эту команду. Она очень серьезная, сильная и они сейчас приобрели еще одного игрока, высокорослого. Это тоже немаловажный фактор. 90-71. С таким счетом завершился поединок Спарты, Эндка и Хатая. Ответный поединок серии раунд 16 Еврокубка состоится в турецком городе Антаке в среду 29 января. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ.